Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге Ездры. И сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. В одном из комментариев на эту книгу предлагается такое описание этой главы. Мы можем предположить, что теперь, когда Ездра занялся делами в Ветхозаветной Церкви, в ней все обстояло благополучно. Посмотрите на положение дел за пределами страны. Правительство благоволило к иудеям, ибо мы не слышим, чтобы их преследовали или притесняли. Либо сердца их врагов изменились, либо их руки теперь были связаны. И Бог ограничил действия врагов. Их соседи стали доброжелательными, ибо мы не слышим о войнах или столкновениях, никто не запугивал их. Все выглядело благополучно, несмотря на то, что их было мало. Они были бедными и подданными чужеземного правителя. Посмотрите, как обстояли дела в стране. Мы больше ничего не слышим о Ваале, Астарте, Молохе, Истуканах, Рощах и Золотых Тельцах. Не упоминается также о высотах, построенных для жертвенников и долопоклонников. Служение в храме тщательно совершалось, и люди должным образом уважали храм. Тем не менее, не все было так хорошо. Даже в наилучшее время церкви была присуща некая порочность. Ее никогда нельзя было представить, не имеющие пятна и порока. Это присутствовало в церкви, пока она не станет славную церковью, церковью, ликующей на небесах. Ибо данная глава рассказывает, Ездра услышал, ему пожаловались, что иудеи заключили много браков с чужими женщинами. Узнав об этом, Ездра сильно опечалился, и его примеру последовали многие, то есть тоже опечалились. Он торжественно исповедовал этот грех пред Богом, выражая благочестивую скорбь и стыд. Действительно, в истории церкви мы никогда не найдем периода, когда все было хорошо. Вот возьмите семь церквей Апокалипсиса, например, владыка Аверкий, Аушев, он считал, что это семь периодов истории исторической церкви христианской, и к каждому периоду у Бога были претензии. В каждом обращении к одной из семи церквей к каждому периоду Господь предъявлял какие-то серьезные претензии. Потому что церковь – это богочеловеческий организм, а где присутствует человеческое, там грехи, пороки, какие-то недостатки. И мы читаем. «По окончании всего подошли ко мне начальствующие и сказали, народ израилев и священники, левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хетеев, фаризеев, ефусеев, аманитян, мавитян, египтян и амареев». Семь народов ханаана символизируют собой семь смертных грехов. Но здесь, в этом перечне, мы видим упоминание об египтянах, мицраим, а это оккультная доминирующая цивилизация своего времени. То есть мы должны очиститься от семи смертных грехов для того, чтобы церковная жизнь была, скажем так, в правильном русле, или начать, по крайней мере, борьбу с каждым из семи смертных грехов и преодолеть в себе любые суеверия, какие-то склонности к оккультному, потому что иногда люди проявляют какое-то двоеверие и в наше время могут ходить и в храм, и гадалки, и так далее. Далее мы читаем второй стих. «Потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалося семя святое с народами иноплеменными, и при том рука знатнейших и главнейших была всем беззаконие первой». Вот здесь семя, это имеется в виду мужское семя, называется святым. «Смешалось семя святое с народами иноплеменными». То есть нельзя расточать семя, смешиваясь непонятно с кем. Любое такое похотливое смешение – это уничтожение святого семени. Семенная жидкость обладает мощным воздействием. Она для жизни, для продолжения рода человеческого, для нашего потомства. Поэтому вот так разбрасывайте это все. Это, конечно, беззаконный акт. И при том рука знатнейших и главнейших была всем беззаконие первой. То есть князья, сарим, которые были главнейшие, они должны были подавать пример как знатнейшие. Но они оказались замешаны в этом. Они, возможно, брали за себя этих мавитянок, египтянок или за своих сыновей. «Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы». Мы видим, как Ездра, пересвященник, патриарх на оси реагирует на это обстоятельство. Он разодрал нижнюю и верхнюю одежду, рвал волосы на голове и даже на бороде и сидел печальный. Кстати, выдергивать клоки из бороды – это бесчестие. И Ездра показывает, что для него большим бесчестием является то, что происходит с его народом, когда они стали смешиваться непонятно с кем. И его такое состояние, оно коснулось других людей, это было как некое пророческое символическое действие, и они сели рядом с ним. И я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде и пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему. И сказал, Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Что беспокоит патриарха Ездра? Его беспокоит то, что его паства, его народ ведет себя неправильно. Внешне все хорошо. Храм построен, средства идут, врагов их успокоили, поставили на свое место. Но его внешнее вот это меньше волнует. Он же не раздирал одежду, не рвал волосы на голове и на бороде, когда он видел, что храма нету, кто-то нападает и так далее. А вот когда он увидел, что среди своих грех грех – это повод для ситования, для плача, крика. Он воспринимает это как личную проблему, личную нравственную проблему. Как сказано, носите бремена друг друга, так и исполните закон. И он молится о том, что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Седьмой стих. «Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня». То есть и отцы наши повелись они правильно, иначе бы они не оказались бы в плену, не был бы разрушен первый храм. «И за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне». Как и Великая Российская империя лопнула, как мыльный пузырь. Только отметили трехсотлетие дома Романовых очень торжественно, и все это прекратилось. И все превратилось в кровавую баню. И вот то, что история еврейского народа и история русского народа так перекликаются, интересно, у них было 70-летнее вавилонское иго, пленение, у нас было большевистское, атеистическое, 70-летнее правление. Это о чем-то говорит. И вот по малом времени, 8 стих и дальше, «Даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши, Бог наш, и дал нам ожить немножко в рабстве нашем». То есть Господь дает свободу. «Мы рабы, но в рабстве нашем не оставил нас Бог наш». Да, вот Бог попустил это пленение рабства, но при этом Бог не оставил их. Как и Россия, Бог попустил оказаться под жерновом буквально этого интернационала, но не покинуло своими благословениями. «Мы рабы, но в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме». То есть иногда Бог побуждает врагов наших становиться нашими покровителями. «И ныне, что скажем мы, Божий наш, после этого, ибо мы отступили от заповедей Твоих?» Заповеди Божии повелевали прийти в святую землю, разрушить идолов и стуканов, прогнать семь народов Ханаана, построить храм, поставить над собой царя. Что-то они выполнили, а что-то нет. Главное, они не избавились от этих семей племен. Если ты строишь храм, если ты ратуешь за восстановление царства, но при этом семь смертных грехов, хотя бы один из них остается в твоей жизни, сказано, что нарушивший одну заповедь, он нарушил весь закон. И ныне что скажем мы, Боже, нас после этого? Ибо мы отступили от заповедей твоих, которые заповедал ты через рабов твоих, пророков, говоря, земля, в которой идете вы, чтобы овладеть ею земля нечистая, она осквернена нечистотою, иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их, и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам, и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки. Это книга второзакония. «И после всего постигшего нас за худые дела наши, за великую вину нашу, ибо ты, Боже наш, пощадил нас, не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление». То есть при всем том, что мы многого не сделали, все равно ты дал нам избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди твои? А для чего Бог дает нам избавление? Чтобы мы вернулись к прежней жизни, а прежняя жизнь уже подставила нас, Бог дает нам избавление, как шанс начать жизнь с чистого листа? Неужели мы опять будем нарушать заповеди твои и вступать в родство с этими отвратительными народами, то есть никогда не соглашайся со смертными грехами? Не прогневаешься ли ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? И он продолжает молиться. Господи Божий Израилев, праведен ты, ибо мы остались уцелевшими до сегодня, и вот мы в беззакониях наших пред лицом твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом твоим. То есть мы пред лицом твоим в беззакониях наших, но нам не следует стоять пред лицом твоим в беззакониях наших. Действительно, Бог ищет нашего исправления, очищения, но Бог иногда открывает нам наши грехи, Он показывает нам наши настоящие проблемы нравственные и моральные именно для того, чтобы мы исправили все это, ибо со своих избранных, как я часто говорю, Бог спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Вот об этом тоже девятая глава, предпоследняя глава, которую мы сегодня прочитали в первой книге Ездры. Спаси Господь, берегите себя. Дальше 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 Продолжение следует...